всем добрый день вы на канале сижу вяжу с вами яна сегодня хочу предложить вам очередной узор спицами который мы провяжем поворотными рядами и по кругу и для того чтобы связать такой узор наберите на спицы количество петель кратные трем плюс 2 кромочные высоту этот узор состоит из 6 рядов я набрала для своего образца 3 раппорта и 2 кромочные петли первый ряд кромочную переснимаем первая петля изнаночная далее две лицевые раппорт первого ряда повторяем 1 изнаночная 2 лицевые и еще раз изнаночная 2 лицевые кромочную петлю я буду провязывать изнаночной второй ряд изнаночной мы будем вязать по рисунку то есть так как лежат петли 2 изнаночные 1 лицевая в конце кромочная изнаночная третий ряд кромочную переснимаем первая петля изнаночная далее у нас идут две лицевые петли между ними мы вставляем спицу вытягиваем дополнительную петлю не снимая со спицы делаем накид и провязываем эту и следующую петлю вместе одной лицевой раппорт третьего ряда повторяем 1 изнаночная между лицевыми петлями вставляем спицу вытягиваем дополнительную петлю делаем накид и провязываем две петли подряд с левой спицы одной лицевой и еще раз в конце кромочная четвертый ряд кромочная первые две петли изнаночные следующую петлю мы должны переснять не провязывая нить перед работой и 1 лицевая раппорт четвертого ряда давайте повторим 2 изнаночные третью переснимаем нить перед работой четвертая петля лицевая и еще раз 5 ряд кромочная первая петля изнаночная вторую петлю мы должны переснять не провязывая нить за работой далее 2 изнаночные и переснятую петлю мы подхватываем левой спицы и перекидываем через 2 провязаны изнаночные петли раппорт пятого ряда давайте повторим 1 изнаночная одну переснимаем нить за работой 2 изнаночные переснятую петлю перекидываем через 2 провязаны и вот так и последний раппорт изнаночная переснимаем петлю нить за работой 2 изнаночные переснятую перекидываем через провязаны и кромочная шестой заключительный ряд кромочную переснимаем и провязываем все петли до конца ряда лицевыми ну вот один раппорт высоту мы провязали поворотными рядами а теперь давайте я вам покажу как этот узор вяжется по кругу но напоминаю что я буду вязать на двух спицах буду использовать 2 кромочные петли для того чтобы фиксировать ниточку но вам они не нужны вы на них внимание не обращайте и так для того чтобы связать этот узор по кругу наберите на круговые спицы количество петель кратное 3 плюс одну петлю для замыкания в круг 1 ряд 1 изнаночная 2 лицевые повторяем 1 изнаночная 2 лицевые так вяжем до конца ряда второй ряд мы вяжем по рисунку так как лежат петли 1 изнаночная 2 лицевые повторяем 1 изнаночная 2 лицевые третий ряд 1 петля изнаночная между лицевыми петлями вставляем спицу вытягиваем дополнительную петлю делаем накид и провязываем 2 вместе 1 лицевой повторяем изнаночная между следующими двумя петлями вытягиваем длинную петлю дополнительную делаем накид и провязываем 2 вместе лицевой и еще раз изнаночная дополнительная петля накид 2 вместе лицевой четвертый ряд 1 изнаночная 1 переснимаем нить за работой 2 лицевые еще раз 1 изнаночная следующую переснимаем нить за работой далее 2 лицевые и последний раппорт изнаночная следующую переснимаем нить за работой и 2 лицевые петли пятый ряд первая петля изнаночная 2 переснимаем нить за работой следующие две тоже изнаночные и переснятую петлю мы перекидываем через две провязанные петли давайте повторим 1 изнаночная вторую переснимаем нить за работой далее снова 2 изнаночные и переснятую перекидываем через эти две провязанные и еще раз и шестой заключительный ряд раппорта все петли изнаночные ну вот мы провязали с вами два раппорта высоту 1 раппорт поворотными рядами и 2 так как он вяжется по кругу и в первом и во втором случае вы начинаете дальше продолжать вязать с первого по шестой ряд а сейчас давайте рассмотрим образец побольше вот такой узор у нас должен получиться в итоге данный образец я провязала спицами три с половиной миллиметра в диаметре пряжу я использовала 90 процентный акрил плюс бамбук плотность данной пряжи составляет 240 метров на 100 грамм вот так узор выглядит с изнаночной стороны связать этим узором можно любые плечевые изделия а также аксессуары узор обладает средней эластичностью комфортен и не стягивает изделия ну а на этом у меня все если вам понравился узор не забудьте отметить это пальчиком вверх подписывайтесь на канал те кто не подписался а также подключайте колокольчик он всегда вас оповестит о выходе нового узора на канале я желаю вам творческих успехов здоровья хорошего настроения и встретимся в следующем ролике всем пока